Вот такая студейка, маленькая гостинка, без ремонта сдается, продается в таком состоянии. Поселок Краснознаменский, улица Льва Толстого, номер дома, а впрочем, у этого дома нет номера, так как он еще не сдан в эксплуатацию. 30 жильцов пытаются добиться от застройщика, чтобы он наконец-то передал им квартиры в собственность. 15-метровые комнаты с удобствами, удачное инвестирование, подумал Дмитрий, покупая в 2015 году у предприимчивого гражданина Вадима Палмарчука квартиру в ближнем Подмосковье. Застройщик хотел обойти закон – построить на 20 сотках для индивидуальной застройки многоквартирный дом на 50 семей. Жилье стоит дорого, а частный застройщик, он был частником застройщика, он недорого продал абсолютно. Разрешение на строительство дома было, коммуникация центральная, все подключено. У застройщика были примеры таких домов, три штуки, вполне успешных, люди получили собственность. Мы отдавали в первый день, предписали своего личного договора по 800 тысяч, по миллиону, по миллион триста. Вот люди, которые построили этот дом, они полностью завершили, но до сих пор идут тяжбы. На первый взгляд, юридически все вроде бы чисто. Договор инвестирования составлен, расписка о передаче денежных средств оформлена. Но почему? У соинвесторов не возник вопрос, можно ли строить многоквартирный дом на земле со статусом «для ИЖС». Не увидели мы и согласованного проекта строительства. Представитель застройщика Ирина Фролова сперва хотела оказать содействие в журналистском расследовании, но потом передумала. Нет самого главного разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Без него соинвесторам не оформить помещение в собственность. Зато есть договор на содержание дома с Ириной Фроловой, который выступает, его управляющий по доверенности, от Поламурчука. Но когда дом успел стать жилым и на каком основании разрешено проживание в новостройке? Узнав о ситуации, в администрации района не остались в стороне и предложили людям юридическую помощь. Застройщик, который на землях ИЖС построил многоквартирный дом, просто обманул этих жителей, когда продал им квартиры без оформления соответствующих документов. И как они умные люди могли пойти на эту схему, мы понять не можем. Мы получили от них информацию, создали инициативную группу, достаточно много времени работали, чтобы пойти им на встречу и разрегулировать ситуацию до конца. И помогли по многим вопросам. Дмитрий сперва вложил средства в соседний дом от того же застройщика, но строительство приостановилось. Тогда ему предложили комнату в доме напротив. Отказаться было нельзя. У застройщика закончились средства. В 2016 году решением арбитражного суда Москвы Вадим Поламарчук был признан банкротом. Случившееся для людей стало неожиданностью. Многие приехали сюда из регионов. Эти квадратные метры для них единственное жилье. Мы приехали сюда еще 12 лет назад. Мы уже и гражданство имеем. Мы вложились, чтобы у нас была своя квартира, чтобы мы не снимали. Нашу землю продали и все. Три года обманутые соинвесторы не могут найти застройщика. Единственным представителем Поламарчука остается Ирина Фролова. Ей жильцы доверили представлять их интересы. Госпожа Фролова перестала выходить на контакт и с районной администрацией, где обманутым соинвесторам предлагали отрегулировать права собственности на квадратные метры. Несмотря на то, что эта работа проводилась постоянно, инициативная группа в последний момент почему-то забуксовала. Все решения судов не в пользу жителей. Но мы искали хотя бы малейшую зацепку, чтобы опять войти по вновь открытым обстоятельствам в суд, для того, чтобы им помочь, понимая, что они вложили деньги и каким-то образом отрегулировать их права собственности. Не получилось. Марина Аксёнова предприняла попытку призвать застройщика к ответственности. Обратилась в полицию, где её признали потерпевшей. Мы арестовывали Пламарчука. Пламарчук был непосредственно по одному звонку в полиции. В 2017 году, да? Да. И он был на очной ставке со мной. И сейчас я покажу документы, которые он обязуется мне в этом году дать собственные. Обещание Вадим Пламарчук нотариально оформлено в мае 2017-го, семь месяцев спустя после выхода решения суда о признании его банкротом. Имущество застройщика, включая земельный участок под домом, пустили с торгов. Новый собственник участка Вячеслав Ивлеев потребовал от жильцов освободить территорию, используя непопулярные меры. В мороз взял и выключил электроснабжение. Уже известная нам Ирина Фролова, которая по договору отвечает за содержание дома, пытается узнать причину. Сейчас сюда идут. Зачем вам варварские действия? Зачем вам людей так мочат? Вы мне скажете, там есть старики, там есть дети. Там люди проживают незаконно. Они занимают незаконно квадратные метры. Просто взяли, отключили варварские. Ну, вы кому-то сообщили об этом, да? А как же? Мы звонили поставщикам энергии, мы звонили в администрацию, мы звонили туда-сюда, везде. Везде ответ, что по заявлению собственника. Напрямую повлиять на нового собственника жильцы и администрации не могут. Договор на поставку ресурсов заключен между застройщиком-банкротом и электроснабжающей организацией. В страхе оказаться на улице люди оплачивают коммунальные услуги и расходы на содержание дома, у которого нет адреса. Но и в такой ситуации администрация пытается найти выход. Три дня назад уже воздействовал на эту ситуацию. Мы какое-то короткое время включили электроснабжение этого дома. Но потом, опять же, собственник написал дополнительное обращение. И отрегулировано было соответствие с законом и с нормами и правилами электроснабжения. Оно прекратилось. 10 декабря Вячеслава Ивлева пригласили в районную администрацию. Жители рассчитывают на конструктивный разговор. Вот так несогласованное строительство повергло доверчивых соинвесторов, погнавшихся за дешёвыми квадратными метрами в крупные убытки и грозит оставить без жилья. Мы будем наблюдать за развитием событий. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Игорь Поляков. Телерадиокомпания «Щёлково». А потом выключим.